У меня появилась собачка по названию Венибус. Она запрограммирована, чтобы двигаться со мной на расстояние 10-20 метров, то есть не отпускать меня на большее расстояние и чтобы я не мог приблизиться. Эту программу можно менять, можно 100 метров, 500 или 10 метров, неважно. Это мы тестируем сейчас интеллект машины и способность интеллекта распознавать образ человека, безопасность которого надо обеспечить, потому что может случайно человек выйти на уровне земли, допустим на дорогу и машина может его сбить. И неожиданно препятствия появится. Опять же в виде человека или животного. Поэтому вот я сейчас и продемонстрирую работу этой собачки. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Видите, я ускорил, она ускорилась. Я замедляюсь. Машина замедлила свой ход. Я остановился. Она остановилась. Я могу не поворачивать, пойти назад. То есть она видит меня. Это очень сложно определить, потому что очень много помех. Какая травинка, каждый цветок, лента, столб, опора, путь, деревья, облака. Это все помехи. И это мы с детства несколько лет учимся распознавать предметы. Понимать, где стол, где стул, где там собака, кошка, человек, мама, папа. И это обучение проходит достаточно, ну, большой период времени. И там очень сложные программы, чтобы уметь распознавать образы. Так вот здесь на фоне помех техническому зрению и искусственному интеллекту очень сложно вычленить из помех, на самом деле, ну, человека. И потом можно будет показать на экране, то, что видит машина. Там сплошные помехи. И где-то там, вот, точка, это человек. Видите, машина это отрабатывает. Ну, удастся. Не удается обмануть, а. Я потихонечку, давай. Понимает? Я могу спрятаться со столбом. Это очень сложно. Человека выделить на вот таком, на такой помехе, как столб опора, и, допустим, на ее фоне я пойду к машине. Реагирует. Так, я могу спрятаться за помеху, за тот же столб. И, допустим, неожиданно появится. Она реагирует. И вот мы здесь впереди, можно сказать, планеты всей. Ну, в этой части. Конечно, не во всем интеллекте искусственном, не во всех программах управления. Но мы и в основном будем перейти к планете всей. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, зачем мы делаем. Мы делаем самый безопасный транспорт, самый экологически чистый, самый эффективный, самый доступный. И по цене самый доступный, там, по проезду, и с точки зрения логистики. Транспорт будет рядом с человеком, и он будет безопасен для человека. Строй SkyWay! Спасай планету!